Психолог из Петропавловска разработала проект реабилитационного центра для детей с особенностями в развитии. На этот шаг Айжану Розалимова решилась после многолетней работы в коррекционной школе. Ее инициативу активно поддерживают родители, которым сейчас приходится самостоятельно бороться с тяжелыми заболеваниями малышей. Подробности у моей коллеги Нургуль Ахметовой. Карина Хайруддинова с рождения борется с тяжелой болезнью, симптоматической эпилепсией. После операции головного мозга у девочки развился правосторонний гемипорез, нарушена работа опорно-двигательного аппарата. Приходится ходить в ортезах и очень много ездить на курсы реабилитации. Хотела, чтобы в нашем городе был свой реабилитационный центр, потому что таким деткам, как Карина, им нужно уделять очень много внимания и нужна постоянная реабилитация. Не раз в полгода, не раз в три месяца, а может быть даже чаще. Недавно в Петропавловске открыли коррекционный центр, но его одного не хватает, считает мама девочки с синдромом Дауна Татьяна Дель. Одних только солнечных деток в городе больше сорока, и все они нуждаются в помощи специалистов. Коррекционный центр, который не так давно открылся, но, к сожалению, туда проходят, во-первых, не все детки, во-вторых, есть возрастное ограничение до семи лет. И, в-третьих, например, мы сейчас его посещаем, и у нас только два занятия в неделю с дефектологом, ну, где-то по 40 минут. Нам очень нравится программа, все, но, к сожалению, вот этого недостаточно для деток с синдромом Дауна. Психолог с 10-летним стажем в коррекционной школе Айжан Урзалимова внимательно изучила проблемы родителей, чьи дети страдают тяжелыми заболеваниями, такими как аутизм, ДЦП и синдром Дауна, и поняла, что им можно помочь. Очень много аутистов, очень много детей с отклонениями, но, знаете, эти отклонения можно так корректировать, что они у нас будут прекрасными, достойными людьми нашего общества. И это все надо делать в детстве, то есть до 12, до 13 лет. У нас есть время, и чем больше мы будем уделять таким деткам, корректировать их, то, естественно, меньше будет инвалидов. Айжан разработала проект реабилитационного центра для детей с особенностями в развитии и отправила заявку на конкурс в надежде получить грант от государства по программе Дорожная карта бизнеса 2020 и приступить к работе как можно быстрее, ведь в этом случае самое ценное – это время. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Петропавловск, 24КЗ.